Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как не прожить серую и скучную жизнь? Недавно, не помню, у кого-то из отцов или в отечнике я читал такую историю, как некий брат или некий человек, который жил очень скромно, аскетично, по-христиански, но при этом работал, получал определенные деньги и старался большую часть этих денег отдавать нуждающимся, оставлять только минимум-минимум. И он никак не мог этот минимум определить. Вот вспомнил, где это было. Он пришел к Порфирию, к Авсакалевиту, и спрашивает его отче, как вот мне так сделать? Вот я вот так вот живу, аскетично. Ну, не сказал аскетично, но тем не менее, я сказал ему, как он живет, существует и говорит, как бы мне вот научиться все-таки правильно оставлять себе часть, необходимую для пропитания, а вот раздавать остальное. А тот ему ответил следующее. Он говорит, что же ты занимаешься какой-то суетой? Ты, говорит, все свои силы в своей жизни употреби на то, чтобы полюбить Христа, а все остальное у тебя само потом сложится. Господь сам разберет, как отдавать тебе что-то, не отдавать, сколько отдавать, кому пошлет тебе нуждающего силе, наоборот, пошлет тебе какую-то необходимость. Вот единственный вариант, который у нас есть прожить счастливую, нескучную, не серую жизнь, это прожить ее вместе со Христом. Знаете, мы всегда фантазируем немножко и думаем, глядя вперед, что мы сможем как-то устроиться в жизни вот так, как нам кажется, как мы хотим. Да, как поговорки, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но мы, тем не менее, упрямо пытаемся их построить. А столкновение человека со Христом в жизни меняет полностью часто траекторию его жизни. Если не внешнюю, то внутреннюю точно. Ну, а вслед за внутренней, конечно же, всегда и внешнюю. Так что употребите усилия найти Христа, и вы увидите, как ваша серая и скучная, как вам казалась, жизнь, которая такая и есть на самом деле без Бога, приобретет совершенно новые краски. Мы не обещаем вам, что это будет Диснейленд такой, знаете, с фейерверками и с американскими горками. Американские горки будут, несомненно, но они будут носить совсем другой характер, который вы не ожидаете. Вы встретите людей, которых вы никогда бы не встретили, если бы не Христос. Вы испытаете чувства, которые бы вы никогда не испытали, если бы не Христос. И вы подойдете к краю познания, к которому бы вы никогда не подошли, если бы не встретили Христа. Так что желаю вам прожить со Христом, а не без Него скучно и серо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok